По призванию все они музыканты, а сегодня решили примерить на себя еще и роль спортсменов. В семье Турлюн 12 детей, поровну девочек и мальчиков. Самые младшие 5 лет, старшие 22. Ольга Викторовна уже носит звание мать-героиня, правда, получила она его на Украине. Еще в те времена, когда Крым, откуда родом семья Турлюн, не был частью нашей страны. То, что мы приехали сюда, это мы в России. Поэтому это чувство нас захлебывает. То, что мы увидим президента России Владимира 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 Путина, это тоже радость для нас. Потому что мы с воодушевлением встречали те события, которые происходили в Крыму. Владимир Путин вместе с другими зрителями, которых в Адлер-арене собралось более тысячи, за программой фестиваля наблюдал с трибун. В праздники от спортивной семьи к олимпийской победе приняли участие 9 семей со всей страны. В каждой более 7 детей. И каждая уже награждена самой высокой для пап и мам наградой – орденом «Родительская слава». И то, что фестиваль проходит именно в Краснодарском крае, ответил губернатор Александр Ткачев, очень символично. Крепкие, многодетные семьи, они всегда были многовековой традицией для жителей нашего края. Я очень рад, что и в России, и на Губани все больше и больше многодетных семей, спортивных семей. И, как следствие, практически каждый народ молодой человек и не только занимается спортом. И мы говорим всем, что видите, у нас возможности огромные, и эти объекты олимпийские, которые построены, они служат всем, всей России. Большой спортивный праздник начали с общей разминки. Олимпийская провели ее чемпионы игры в Сочи, бобслист Алексей Воевода и фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов. Хотим передать немного энергии, хорошего настроения, чтобы у всех было здоровые семьи, которые занимаются спортом, и, может быть, потом будут завоевывать медали. Сами спортивные состязания прошли по типу больших гонок. За звание самой спортивной семьи сражались, передвигаясь в гусеницы и ведя шайбу в гигантских коньках. Медали за участие в фестивале получили члены каждой из девяти семей. А почетные кубки победителям вручил президент Владимир Путин. Массовый спорт является не только базой для спорта высоких достижений, для олимпийских достижений, но и для укрепления здоровья всей нашей нации. Именно с детства, с семьи закладывается любой спорт. Нам нужно все сделать для того, чтобы поддержать таких энтузиастов спорта, как те, которые собрались сегодня на арене и девицы вперед. Символично, что подобные соревнования – спортивные, массовые, семейные – прошли на олимпийской арене. Каждый участник фестиваля почувствовал, что построенные к зимним играм ледовые дворцы стали наследием всей страны.